Добрый день еще раз, продолжаем работу в прямом эфире, сейчас нас на прямой связи, как уже обычно, в понедельник Инга Васильева, представитель бюро вакцинации. Добрый день, доброе утро, наверное. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Обычно, естественно, вопрос тоже традиционный. Как бюро оценивает эту динамику вакцинации? Вообще, каковы тенденции за последнюю неделю, скажем так? Ну да, тенденцию можно назвать одним словом стагнация, то есть весь август мы держимся в каком-то определенной рамке, то есть это порядка 5000 фактов вакцинации в день, то есть около 33-35 тысяч фактов вакцинации в неделю. Из таких тенденций я могу отметить, что, конечно, приближаясь к учебному году, более активны на данный момент именно, скажем так, деятели сферы образования, там и педагоги средних школ, педагоги из детских садиков, а также из высших образовательных учреждений. Например, за прошедшую неделю, не за прошедшую, у нас еще нет самых новых данных, но, например, в прошлый понедельник, если анализировали неделю до, то это был рост примерно на 3%, то есть это был такой довольно-таки хороший рост в сфере педагогов и достигает среднего процента 70%. А может быть, эта стагнация, она такая в какой-то степени закономерная? Ну, почему? Ну, во-первых, все-таки у нас достаточно много уже людей привилось, раз. Во-вторых, есть тоже их немало людей, которые переболели, и у них еще вот эти 108 дней действует сертификат. Это вот второй фактор. Третий, ну, все-таки, я так понимаю, что государство не делает особый упор на несовершеннолетних, на детей, понимая, что прежде всего нужно привить группы риска, сеньоров, вот, как вы сказали, учителей, медицинских, социальных работников. Может быть, это стагнация как бы и закономерно, не все находятся в стране, кто зарегистрирован в Латвии, да? Ну, может быть, это как бы такой закономерный процесс? Ну, знаете, закономерности можно искать с одной стороны, с другой, с третьей, с четвертой. На данный момент, да, первый, хотя бы одной дозой вакцины вакцинировалось порядка 850 тысяч латвийцев. Уже немало, да. Да, уже большая цифра. Если мы смотрим популяции 12+, то это уже 52%. Если мы смотрим на популяцию, ну, скажем, на общую популяцию, это 45%. Да, конечно, как вы говорите, тут очень много факторов, но по нашим прогнозам, все-таки сигналам, которые к нам идут, сейчас начинается учебный год. То есть реально и дети, не дети, а подростки, и родители, и студенты реально соприкоснутся и с тестированием каждую неделю. Опять-таки студенты соприкоснутся с тем, что во многих высших образовательных учреждениях КЛАТЭН, это очное образование. Только по сертификату, да. Да, поэтому, скорее всего, будут какие-то, опять-таки... Сплески, да, небольшие подъемы. Да, наверное, очень часто у вас тоже спрашивают. Что касается вот этого Йенсена, вот вакцины, которую производят Джонсон и Джонсон, понятно, что у многих это подкупает тем, что достаточно одной инъекции, и через 15 дней сертификач называется на руках. Ну, я так понимаю, что поставки нестабильные, и то, что было по договору, пока не исполняется, да, вот поставщиками. Да, на данный момент, скажем, нам поставлено только 13% из того, что было, ну, скажем, по договору для нашей страны зарезервировано. Да, на данный момент у нас Йенсена нет, и у нас нет прогнозов. А у нас вот в пятницу тоже прислали производители, опять-таки, что у них нет точных прогнозов, когда будет следующая партия. Поэтому всех людей, которые ждут Йенсена, в принципе, мы хотим обратить внимание, в принципе, рассчитать календарь. То есть, чтобы завакцинироваться Pfizer и получить сертификат, это 5 недель. То есть, 3 недели между первой и второй дозой, и потом 14 дней, чтобы подождать. Но, в принципе, через 5 недель у вас будет сертификат. Модерна – это 6 недель. А, в принципе, ожидать Йенсена, когда он будет, у нас нет гарантии, поэтому, в принципе, если вы думаете о вакцинации, в принципе, Йенсена ждать фактически на данный момент не стоит. Мы не знаем, он будет через неделю, через две, через три. Как только будет, мы, естественно, сразу сообщим. На данный момент у нас только 300 доз вакцин Йенсен, и они все зарезервированы для больниц, для людей с очень серьёзными диагнозами, которые, в принципе, у которых будут серьёзные операции. Скажите, а с чем связано вот этот срыв поставок? Это связано именно с проблемами у самого производителя Йенсена. Я, может быть, напомню схему, как в Латвии поступают вакцины. То есть Европейский Союз, он делал такие общие закупки, общие закупки вакцин. И именно через Евросоюз поступают, скажем, заказы и поступают, опять-таки, утверждения от производителей. Дальше уже там есть такой стейлинг-борд, который распределяют по странам. То есть это такая централизованная европейская система. Но Йенсена на данный момент не доставляет ни доставок ни в одну страну, и Европейского Союза. Да, вот в своё время мы анализировали активность людей, естественно, в связи с вакцинацией по разным регионам страны. Ну, вот, в частности, говорили о том, что Латгаля значительно отстаёт. Сейчас вот эти тенденции каким-то образом поменялись. Может быть, есть, не знаю, регион-лидер. В Риге, может быть, более активно вакцинируются, да? Вы знаете, я сейчас открою, у меня есть карта, которая мне помогает жить. На данный момент регион-лидер. Кстати, что интересно, именно Валмерская волость, если я правильно перевожу административное название, то есть там уже порядка 55% жителей вакцинированы. Есть такие, тоже есть отдельные волости. В крае нашей Латвии где-то процент, он довольно-таки высокий. Кстати, очень интересно посмотреть по такому тоже возрастному разбросу, именно по вакцинации. Например, если мы берём подростковый возраст, 16-17, скажем, 18-29, то самый там высокий процент вакцинации не сама Рига, а то есть тема самоуправления, которая вокруг Риги. То есть такой центральный регион Латвии, Мару, Пеады же, Саукрасты, там достигает даже 60% данной возрастной категории. Например, если мы возьмём сеньоров, то, конечно, там и Валмера очень нехорошо смотрят. У них там 70%, 75% в этих возрастных группах. Ну, например, для меня самой был такой большой сюрприз – Саудус. Там в возрасте с 70 до 79 лет вакцинировано уже 83% населения именно этой возрастной категории. Но, конечно, если мы смотрим, в принципе, по всей стране Латгалии, к сожалению, до сих пор у нас самый низкий процент вакцинации, особенно это Розыгненская, Лудзинская, Лудзия, Даугопельс – не сам город, а именно Аукшдаугов. Сейчас он так называется, по-моему, это самоуправление. Даугопельс, кстати, по сравнению с другими латгальскими городами, ситуация вполне такая оптимистическая. Вот на одном из заседаний правительства, понятно, что каждую неделю правительство заседает, обсуждая в том числе и темпы вакцинации, прозвучало такое предложение, в принципе, это не новое предложение, чтобы активнее вакцинировать пожилых людей, одиноких на дому. Что-то есть, какие-то цифры, темпы, может быть, сейчас действительно на дому больше вакцинируются? Вы знаете, я цифры, они подготовила. Не-не, ну, вообще, может быть, по памяти там, да. Но тенденция, в принципе, она есть. Например, у нас даже есть такие очень хорошие примеры, как тот же самый Даугопельс, Даугопельская, скажем, ну, вокруг Даугопельса. Там очень хорошо работает служба, социальная служба, именно с вакцинатором, они регулярно ездят, скажем, по таким рейсам, именно к таким одиноким сниорам, там за один раз они вакцинируют порядка 100 человек. То есть очень важно в этом процессе, как работает самоуправление, служба социального самоуправления, ну, скажем, с организатором процесса, то есть с нами. В принципе, да, до сих пор эта услуга, она в селе, то есть 80+, если вы вашим родителям, дедушке, бабушке, а не в таком возрасте, звоните на 8989 и, скажем так, закажите вакцину на дом. Еще один вопрос, он, наверное, актуальный, еще будет актуальный. Мы знаем, что далеко не все семейные врачи по разным причинам, естественно, причины есть разные, вот занимаются вакцинацией. Кто-то объясняет это тем, что у него всего одна, не знаю, медсестра, и нет возможности вакцинировать, есть своя повседневная работа. Кто-то говорит о том, что помещение, наверное, не приспособлено, нет отдельного помещения, вот как такой кабинет вакцинации. Поскольку частные, вне семейные врачи зачастую где-то арендуют помещение, это не всегда поликлиника. Вот что здесь можно еще сделать, не знаю, может быть, путем каких-то доплат, может быть, какого-то обсуждения, ассоциации семейных врачей, чтобы все больше семейных врачей вот в этом участвовали. Если есть какой-то докторат, где там два семейных врача, ну, к примеру, или три, чтобы хотя бы один из них вот вакцинировал, чтобы в каждом, условно говоря, пункте, где работает семейный врач, можно было вакцинироваться. Ну, вы знаете, в каждом пункте, вы уже назвали такой ряд причин, по которым тоже в каждом пункте семейного врача не вакцинируют. Но, скажем, если мы посмотрим опять на цифры, именно сами практики вакцинируют порядка 58%. Уже неплохо, да. Да, но еще есть плюс порядка 30% практик, у которых есть, ну, скажем так, сотрудничество или с медицинским учреждением, в котором они находятся, или там, скажем, с ближайшей больницей. То есть это такой обхват, он порядка 83%, то есть тех семейных врачей, которые и вакцинируют, или сами уже отсылают в ближайшие пункты вакцинации. У нас уже на этой неделе в третий раз, в этот раз в Лейпай, проходят такие специальные семинары для семейных врачей именно про вакцинацию против COVID-19. Первый семинар был в Даугупелсе, второй семинар был в Ялгове на прошлой неделе, на этой неделе в Лейпай. То есть и там приглашаются семейные врачи, которым именно рассказывается о всех, скажем, таких медицинских вопросах, что касается этой вакцинации. Им рассказывается, скажем, к ним едет и Юрий Перевозчиков, например, ездит с армией ПВЭТ, которая руководит ассоциацией. Кстати, ездят тоже психологи, потому что, как нам говорят, такая последняя тенденция, именно вакцинаторы рассказывают, и семейные врачи, что, в принципе, конечно, наше общество становится более агрессивным. То есть работа с пациентом, она становится куда более сложной, чем, скажем, год-два-три назад. Вот такой вопрос, может быть, технический. Не знаю, будет ли готово Бюро еще ответить или нужно время. Мы знаем, что на прошлой неделе Кабинет Министров принял такие уточнения в правила, что касается сертификата. И там, ну, к сожалению, мы знаем, что и вакцинированные могут заразиться в более легкой форме, но заразиться могут. Теперь это уже, что называется, научно установлено, и правительство внесло такое уточнение, что если человек, который был вакцинирован, у которого был действующий сертификат, все-таки заражается, то есть тест у него позитивный, то в этот момент сертификат перестает действовать, он блокируется на 11 дней. Будет ли потом, может быть, какие-то смс-ки на телефон этих людей, чтобы не было путаницы, чтобы люди знали, что сейчас их сертификат не действует, через 11 дней он там действует, или нужно загружать новый сертификат, потому что мы понимаем, что осенью такова жизнь, будут какие-то те или иные ограничения введены, мы видим, что заболеваемость растет, и чтобы просто люди вообще понимали, когда они могут пойти, чтобы они там в календаре не рисовали какие-то кружочки, когда у них там этот сертификат перестает действовать, начинает действовать, чтобы как-то вот эту систему систематизировать, может она становится все более и более сложной. Да, на этот вопрос я еще не могу вам ответить, эта система, в принципе, разрабатывается, она уже должна быть введена через полторы-две недели, ну скажем, в жизни, в силу, тогда уже поближе к этой, я думаю, что на следующий раз, когда я буду у вас, если, как говорится, все обстоятельства сложатся, то об этом я уже более конкретно смогу рассказать. Сложатся, сложатся, конечно. Конечно. Напоминаю, у нас на связи Инга Васильева, представитель бюро вакцинации, как и каждую неделю в это время. АВИК только что затронул эту тему, цифры растут, и кумулятивный показатель уже превысил снова сотню. В этой связи планируются ли какие-то новые социальные, рекламные, если хотите, кампании, обращенные именно к населению, не к специалистам, а вот тем, кто должен пойти и поставить плечо под укол? Ну, следующая кампания мы планируем где-то с начала октября, середины октября. Мы знаем, что ситуация очень быстро меняется, скажем, то, о чем ты планируешь сегодня, через неделю, судя по показателям, уже, как говорится, мы уже находимся в другой какой-то стадии. Но на данный момент, кстати, у нас идет довольно-таки активное сотрудничество с очень немногими масс-медиами. В том числе, я думаю, что тоже у вас звучала рубрика на русском языке, там, был бы мой вопрос с экспертом, она прозвучала в очень многих именно русскоговорящих радиостанциях. Сейчас довольно-таки активно начинаем работы тоже с латышскоговорящими масс-медиами. То есть сейчас мы главные акценты будем делать, делаем, ну, скажем так, на развеивании различных, даже не мифов, а представлениях о вакцинации. И второе, это, конечно, такие передистасты, как на русском языке. Ну, такой рассказ о своем личном опыте. Да, о личном опыте людей, которые, скажем, или переболели ковидом, и как они потом уже живут с этими различными проблемами здоровья, и которые это оставляют, с людьми, которые побывали в Вайворе после рехабилитации ковида, насколько, в принципе, это жуткий, ужасный процесс, тяжелый процесс, когда молодые люди после ковида не могут подняться на второй этаж в течение, скажем, полугода после болезни. Но, в общем, это будут такие самые главные акценты. Мы, опять-таки, идем в сторону медицины и в сторону такого личного, скажем, опыта, что касается болезни и вакцинации. Давайте, что ли, не знаю, проанонсируем. Личный опыт – это ясно и понятно. И более того, относительно молодой человек, который не может подняться на условно второй этаж, даже в кругу моих знакомых действительно есть и такие. Что касается упомянутых вами развенчивания каких-то мифов? О чем идет речь? Приведите пример, пожалуйста. Давайте вот прямо сейчас какой-нибудь из них и развенчаем. Ну, например, самый популярный миф о том, что эти вакцины экспериментальные. Да, очень часто звучат, да. Да, он так хорошо звучит, на нем очень хорошо строят. Разве это миф? Разве это не факт? Да, но как мы знаем, что в Европе, например, вакцина Pfizer, она была зарегистрирована в Европейском агентстве по лекарствам уже в декабре 2020 года. И как мы знаем, в США, она как раз совсем недавно, они тоже официально приняли эту вакцину уже и внесли в список своих нормальных вакцин, которые как нормальный вакцинационный календарь. То есть нет вообще даже маленького повода сказать, что эта вакцина, например, она не экспериментальная, она уже нормальная вакцина. Уже не говоря о том, что ей привиты уже сотни миллионов человек, но уже счёт идёт не на тысячи, а на миллионы. Да, ну что, у нас, кажется, время подходит к концу. Спасибо большое и, видимо, до следующего понедельника. Всего доброго. До свидания. До свидания.